Пищу на размышления, скажем так, вот, те люди, которые обвиняют, почему ты всё подряд не говоришь. Вот, допустим, когда мы в России живём или в Чечне, да, бывают же моменты, мы дали какие-то мелочи там, не упоминаем, не говорим об этом, потому что за это бывают какие-то большие проблемы, и мы находимся. Тумсо, глава своей частной разведки, эфир мощный, если можно, Хасан, скажи пару ласковых кафирову, кстати, афганский Дустум известен ещё слабостью культуре Бача Бази, кто не в теме, гугл в помощь. Кто не понял, тот поймёт. Хасан, прежде чем уехать из Турции, надеюсь, ты передал свою машинку OneBlade, а то эти кадыровцы снова начнут нагло приезжать отдыхать в Турцию. По поводу этой OneBlade-машинки, здесь есть вообще отдельная история. Вы допускаете мысль, что среди ближайших родственников Кадырова есть люди, которые его ненавидят? Например, дети, жёны или двоюродные братья и так далее. Асан, мы очень рады тебя слышать. И мы участвуем, делаем дуа за наших братьев, сестёр, за всех мусульман делаем дуа. Вот этот момент, что пишу на размышления, скажем так, те люди, которые обвиняют, почему ты всё подряд не говоришь. Вот допустим, когда мы в России живём или в Чечне, да, бывают же моменты, мы даже какие-то мелочи там не упоминаем, не говорим об этом, потому что за это бывают какие-то большие проблемы. И мы находим оправдания тем людям, которые живут в Чечне и в России, что, ну, видишь, там вот могут быть серьёзные последствия. Также и Европа, и другие страны, они исключены. Там тоже есть свои моменты, которые ты можешь получить проблемы, там сказать чего-то, такие же проблемы, как ты можешь, допустим, там получить у себя на родину. Поэтому, ребята, ну, включите мозги, найдите оправдания подряд, обо всём везде нельзя говорить. Где-то одно можно говорить, а где-то другое. Как ты оцениваешь политическую целесообразность вступления арабских стран в конфликт с Израилем и шансы победить Израиль и США? Я не сильный эксперт в ближневосточных вопросах, поэтому я не знаю, я не буду, наверное, давать тем более какие-то военно-экспертные оценки этой темы. Я лишь скажу, что то, что там происходит сейчас, это вопиющее нарушение вообще всех правил ведения войны, гуманитарного права. И заметьте, что, наверное, в Перуе вообще за новейшую историю мы видим, что даже уже традиционные союзники Израиля и лидеры стран, поддерживающие Израиля, например, как президент Франции и Макрон, даже они уже вынуждены отмечать это и выступать против Израиля, потому что игнорировать этот беспредел, это нарушение международного права, гуманитарного права, вообще права на жизнь, на все, просто невозможно. Вы представляете, насколько там перешли все границы. Поэтому я надеюсь, что помимо слов там, наконец, перейдут на каким-то конкретным уже действенным методом, хотя бы оказание какого-то давления, чтобы остановить это убийство ни в чем не повинных людей. Хасан, прежде чем уехать из Турции, надеюсь, ты передал свою машинку OneBlade. А то эти кадыровцы снова начнут нагло приезжать отдыхать в Турцию. Вот по поводу этой OneBlade машинки, здесь есть вообще отдельная история. Короче, эта машинка, она есть и в Турции, она теперь появилась и в Европе. С машинками проблем нет. В Турции, скажи, целые сети барбершопов открыты, чтобы все нормально. Да, там клиентуру там ждут. Пусть приезжают, стригутся. Тумсо, у тебя большая аудитория. Обратись к мусульманским лидерам с предложением объединиться в единое арабское государство и образовать мощное государство. Может быть, они увидят это видео. Адам Дрон, наверное, у тебя такая благая наивность, если ты реально думаешь, что я могу сейчас обратиться и какие-то лидеры арабских стран посмотрят мое видео, соберутся на следующем заседании Лиги Арабских Государств и объединятся. Мне хотелось бы, чтобы это так было. Но это звучит, конечно, смешно. Понятно, что такого не будет. Тут вот я наблюдаю, многие пишут про Палестину, про Палестину. Вот я хотел бы сказать тем братам, которые пишут не просто там с поддержкой, а те, которые обвиняют, что якобы никто не поддерживает. Последний раз на Тагаджуде, когда вы дуа делали, вот задайте вопрос. И после этого начните писать туда, понимаете? Больше всего надо, если за кого-то переживаешь, делать дуа и спросить Всевышнего о помощи. Самое главное, наверное, это хорошее мнение все-таки о братьях. Я не знаю, какое мнение должно быть у человека, если он сидит и думает, что здесь плевать на погибающих людей в Палестине, что за них там не переживают, за ними делают дуа. Конечно, делают, и эти вопросы волнуют. Но надо понимать, что когда у тебя нет... Вот, например, видите, по Чечне, там есть люди, с которыми общаемся, которые на связи. Любую информацию можно перепроверить. То есть мы находимся непосредственно в курсе того, что там происходит. Что касается Палестины, то здесь уже другая ситуация. Мы здесь не то, что не в курсе, не то, что у нас там нет никаких источников, ничего. Мы здесь, наоборот, зрители. То есть мы берем, черпаем эту информацию из вот этих же открытых источников. И поэтому мы делаем свое заключение о том, что там происходит. Мы делаем не из-за того, что мы владеем ситуацией, у нас есть там какие-то источники, а из-за того, что мы просто в СМИ видим. И часто бывает, когда ты... Мне даже было, что я один раз что-то запостил, и оказалось, что даже этот мой пост оказался неактуальным. То есть это были вообще события 2014 года, которые сегодня под эту тему пошли. То есть когда ты не владеешь ситуацией, ты ошибаешься. Поэтому для того, чтобы не ошибаться, мы делаем дуа, переживаем какие-то... Конечно, следим за этой ситуацией, но не говорим, не делаем каких-то заявлений, потому что не знаем на самом деле, что там происходит. Тумсо, глава своей частной разведки. Эфир мощный. Если можно, Хасан, скажи пару ласковых. Кафирову, кстати, афганский Дустум известен еще слабостью культуре Бача Бази. Кто не в теме, гугл в помощь. Кто не понял, тот поймет. Но это тоже, кстати, неудивительно, потому что Бача Бази, действительно, если кто не знает, это очень грязный такой ритуал. Я не знаю, как это назвать. Короче, очень грязная такая история. Такими однополыми, короче, темами. И вот этот вот Дустум, он, видимо, любитель этих тем, когда они мальчика несовершеннолетним переодетого в девочку приглашают, мужики садятся. И, в общем, грязь страшная. И вот, учитывая относительно недавнюю грязную историю Дустумчика, произошедшую в дубайском отеле, после которой скоропостижно скончался сначала его личный охранник Мурат по кличке Барс, а потом его же судьбу разделил и несменный нянька этих детей, приближенный к кадыровской семье человек Абдулкерим Эдилов, чеченский лев, как они его называли. И вот после этого теперь мы понимаем, что не только внешностью, любовью к орденам, предательством, своей муртанностью они похожи на Дустума и следуют за ним. Они еще и в этих грязных историях, в этих грязных увлечениях тоже, в принципе, берут с него пример. Может быть, даже в этих бачах Бази, там вместе где-то заседали. Сомневаясь, говорит, что Аслан Арцуев в Чечении, знаешь, какой у него тейп, с какого села он есть, и люди из чечении, которые его знают, на 99% уверены, что он чеченоговорящий еврей. Но это вообще у нас такая классическая тема, когда нам кто-то не нравится, мы его любим спихивать на какие-нибудь народы, сказать, что он не из нас. Да, к сожалению, я знаю, из какого он села, из какого он тейпа, и я, конечно, там ДНК анализ не проводил, я не смотрел, насколько он реально им принадлежит, но у меня нет в этом плане каких-то сомнений. Мы с вами являемся обычным народом, среди нас есть хорошие, есть, к сожалению, и плохие, и очень плохие. Семены без уродов. Да, поэтому, ребята... А тут сразу 20 уродов в семейках. Томсо, спасибо за взвешенный, адекватный, русскоязычный, исламский контент. Мы, конечно, поддерживаем тебя в вашем внутричеченском вопросе, но хочется почаще слышать твой взгляд на проблемы уммы. А я, честно говоря, пытаюсь меньше говорить на какие-то такие общие темы, потому что, когда ты в теме не очень силен, то ты и чаще ошибаешься. А я не хочу, я не люблю ошибаться, как никто, наверное, не любит. Наверное, есть все-таки... Ну, не то, что, наверное, есть. Есть люди, которые говорят о каких-то общих вопросах уммы. Это, скорее, вопросы уже ученых. Ученых ислама, лидеров там каких-то стран большинстве с исламским населением. Да, мы, конечно, какие-то моменты, когда они актуальны, мы можем их упомянуть. Но в целом, чтобы этим заниматься, об этом говорить, это надо владеть этой ситуацией. Надо везде иметь какие-то источники информации. К сожалению, у меня этого нет. Я все-таки больше специализируюсь по Чечне, России, по Кавказу. Вопрос Хасану, когда он уехал из Турции. Хвала Аллаху, жив-здоров. Но это когда Хасан появится, надо будет у него спросить. Пока можно вопросы Абдул-Кериму и Дилову если у вас есть, задавайте. Только не спрашивайте про тот злосчастый день в дубайском отеле. Он не хочет на эту тему говорить. Когда я у него спрашиваю, он сразу в депрессию в какую-то вгоняется. Говорит, я тогда был под действием мефедрона. Я не хочу об этом говорить. Я говорю, ладно, не мучаю его. Вы допускаете мысль, что среди ближайших родственников Кадырова есть люди, которые его ненавидят? Например, дети, жены или двоюродные братья и так далее. Допускаю, но я не думаю, что это прямо из таких ближайших, типа дети, жены. Но в целом в кругу родственников, конечно, такие найдутся. Ваше мнение по собранию муфти в Дагестане? Я не смотрел, честно говоря. Какие-то вырезки видел. Не вникал. Пытаюсь такие вот моменты. Все-таки я думаю, точнее, я знаю, что среди дагестанцев есть люди, освещающие такие темы. Я думаю, они выскажутся, если еще не высказались. Ассаламу алейкум, братья Хасан. Не пропадай больше. А это не вопрос. Это было пожелание. Субтитры сделал DimaTorzok